Да живем-то мы не хуже, чем жили раньше. Давайте проведем просто срез, да? Откатимся на 25 лет назад и поймем, что все у нас в принципе-то нормально. Те же самые цены, тот же самый уровень дохода. И зачем же тогда смеяться над тем, что производится в России? Нет, не надо. Конечно, было смешно для кого-то, когда Владимир Владимирович проехал на колене от Владивостока до Читы. Ну, дорожку открыл свою, которую я обещал открыть. Что было смешно? То, что было три машины, ну, все в принципе правильно. Одна машина, это как бы ложная цель, ну, это нормальная работа ФСО, другая рабочая, а третья, ну, извините, а вдруг что случится? Ну, ничего не случилось. А затем уже я через два года проехал на колене. Вы знаете, и теперь я скажу, что Владимир Владимирович был прав, когда сказал, что не такая уж плохая машина. Потому что пластик не хуже, чем в Логане, да и не хуже, чем в Форде Фокус. Вот. А кондиционер также отлично меня заморозил. И поэтому, ну, говорить о том, что настолько плохо отечественный автопром я бы не стал. Тем более, что отечественный автопром выпускает очень хорошие и неповторимые машины в своей ценовой категории. Взять тот же Автоваз, потому что если бы это был Автоваз 25 лет назад, то сегодня машинка бы стоила 750 тысяч. Конечно, Лада Калина Эль Лада стоит миллион двести, я не понимаю. Хотя Форд Фокус Электро стоит всего на десять тысяч дороже. Вот. Ну да ладно. Ну, то есть, отечественный автопром был, он будет и он есть. И его можно эксплуатировать вместе с автоцентром Фаворит, который располагается здесь, на выезде из города в сторону озера Соленое. А мы постараемся избежать надоевших всем сюжетов с полками. Больше разума, так сказать. Хотя некоторым для разума полки эти в профилактических целях показывать бы и стоит. А то толпы неразумных получают права, даже не понимая, из чего состоит автомобиль. Так вот, когда-то говорилось, и осталось подтвердить, что в Фаворите из запчастей можно легко собрать новый автомобиль. Полностью. Давайте по умолчанию определимся. Машина сама не может сломаться. Сейчас машину ломают водятлы, а затем уже добивают мастерюки. И это везде и всюду. Каждый первый сервис. Но еще хуже, когда вот совмещается и водятел, и мастерюк. И ваш автомобиль, который зарабатывает деньги, потом вам деньги только высасывает. Потому что, ну что там надо? Как доволнул ключом на всю катушку. И сорвал все, и понеслось. И вот поэтому в Фаворите, ориентируясь и на водятлов, и на мастерюков, очень большой ассортимент запасных частей. Ну и есть еще и предмет особой гордости. Потому что, ну, владелец вряд ли лезет копаться в двигатель от ГАЗ-53. Есть и двигатель от ПАЗика. То есть, представляете, да, отношение к бизнесу. Вся продукция заводского моторного завода здесь есть. Вся газовская фирменная продукция тоже здесь есть. Но и есть те вещи, которые ломаются просто по умолчанию. То есть, к примеру, коробка передач. То есть, хорошо бахнулись, кожу хлопнули. Смысл? Можно новый поставить. И еще, что касается продукции ВАЗовского автопрома. Не все то плохо, то, что делается в Ториате. Другое дело, опять же, как к этому относятся те, кто машину эксплуатирует. Если же уже совсем укатали машинку, и даже капремонт не помогает, то проще новый двигатель купить. Кстати, двумя перечисленными персонами я когда-то сам и был. В бытность, когда машины ремонтировались своими руками в гаражах. Помнится, навыки автослесаря тогда ценились больше, чем мордобойщика. Тогда, естественно, запчастей в таком количестве и сейчас просто не было. Приходилось мудрить и с особой тщательностью выбирать из редкого наличия. Сейчас наличия полно, вот только оригинал – это редкость. Я вам предлагаю простой тест. Как проверить, оригинальные запасные части вы покупаете или то, что восстановленное. Потому что, ну не только я, как говорится, на грабли наступаю с американскими запасными частями восстановленными. Но каждый первый россиянин, имеющий автоваз, с этим вопросом сталкивался. И как вы думаете, тест сложен? Да нет, не сложен. Зайдите в любой магазин и, ну так, поинтересовавшись, скажите, а тут где сделано? Не в прибрежном ли? По реакции продавца будет сразу понятно. Самый честный скажет, ну, некоторые запчасти не выпускаются. А самый нечестный, а самый нечестный скажет, да это все вазовское. Так вот, те магазины, которые очень быстро расплодились по городу, они, кстати, грешили, да может быть сейчас грешат, тем, что торгуют восстановленными запасными частями. Они, естественно, ни во сколько не обходятся продавцу, но продаются по цене оригинала. Так вот, фаворит этими делами не занимается. И даже если шрусы и фенвел, то, значит, продукция нашего автопрома пользуется популярностью и за рубежом. И вот мальчики и девочки гонятели на отечественных тазиках. Если вы уж хотите спокойную и классно заточенную машинку, то проще в Финляндии купить ВАЗ-2107. Там он был когда-то и турбированный. То, что говорит больше всех, это очевидно. И, полагаю, это не предел. В данное время для ПАЗа, ГАЗа, УАЗа и ВАЗа есть, ну, практически все. Движки, коробки, моста, оптика, жесть и то, перечислять которое было бы глупостью. Но далеко не глупо, а скорее практично в поисках запасных частей заехать в Фаворит. Потому что заточка на отечественный автопром здесь ощущается более остро. Как и тема оригинальности и качества. То, что вы видите на фасаде автоцентра Фаворит, это позволит себе не каждый. Дело в том, что ГАЗ, детали машин. Очень сложно господину Дерипаске быть приятным. Потому что мужик-то знает толку в автотранспорте. И сегодня и сейчас ГАЗель, ну, мне очень понравилось. Я с нетерпением жду ГАЗель Некст. Которую, возможно, и захочу приобрести. Но с другой стороны, сейчас что нужно? Сейчас нужна нормальная машина, которую можно отремонтировать сегодня и завтра. И всегда. Обыкновенная возилка пятой точки. Из пункта А в пункт Б. Со скоростью не больше 90 км в час. Потому что больше и нельзя. Если вы не хотите там друг другу доказать, что отдельное ваше достоинство из стали, скажу. Нет, машина это не достоинство из стали. Это только отечественные автомобили делают из стали. Все, что имеют другие шильдики, это большое количество дорогущей пластмассы. Которая при ударе очень-очень-очень хорошо отлетает. И вы попадаете. А надо там просто ездить. А вот владельцы отечественных машин вместе с автоцентром «Фаворит», который располагается здесь, на выезде из города в сторону озера Соленое, живут припеваючи. Потому что пользуются оригинальными запасными частями. Которые стоят дешевле, чем где-либо. И при этом это действительно оригинал.